Аркадий Аверченко. Тайна Селеного Сундука. Рождественский рассказ. Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда госпожа постулата, сидя в будваре, говорила у вернанки. Рождественский. Никогда не могла представить себе такого хорошего Рождества. Вы подумайте, напитков никаких нет, значит останется больше денег, и мы не влезем в долги, как в прошлые праздники. Ветер вылыл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда кухарка постулата, сидя в теплой кухне, говорила соседской горничной. Хорошее Рождество будет. Господа денег на пьянство не потратят, а сделают нам хорошие подарки. Слава тебе, Господи. Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда дети постулатовых, сидя в детскоте, шептались друг с другом. Ничего, папа, никакого вина и водоку не может купить. Значит, эти деньги, которые останутся, нам пойдут на елку. Хорошо, если бы елку закатили побольше, да и грушу побольше закатили. Ветер выл, как тысяча бешеных собак, и метель кружилась невероятной, сногсшибательной пляске, когда глава дома постулатов сидел одиноко в темном кабинете в углу и, сверкая зелеными глазами, думал тяжелую мрачную думу. Страшен был вид постулатова. Нынче на праздниках никаких напитков нет. Хорошо же, думал он. Кухарку и гувернантку изругаю, жене изменю, а репетишек всех перепарю. Раз уж скверно, то пусть будет всем скверно. Ветер за окном выл, как тысяча бешеных собак, да и метель держала себя не лучше. Дверь скрипнула, и в кабинет вошла жена. Ласково спросила, «Что ты тут в темноте сидишь, Алексашенька?» «Черташенька я тебе, а не Алексашенька!» Горько ответил муж. «Возьму вот и повешусь на дверях. Господь с тобой! Кажется, все хорошо, надвигаются праздники, и праздники такие хорошие будут, без неприятностей. Я с тобой как раз хотел поговорить о подарках. Кухарки и гувернантки». «Подарок?» заскрежетал зубами постулат. «Кухарки!» «Купите ей в подарок железную кочергу, да и бить ее этой кочергой по морде каждый день!» «Алексаша!» «Какие выражения? Надо же выбирать!» «Не из чего, матушка, не из чего!» «А что же кухарка тебе плохого сделала?» «Да знаю я!» «Поймает крысу, да и врубит ее в котлеты, а в суп, наверное, плюет. Напомнись, для чего ей это делать? А я почем знаю. Развращенное воображение. В чай, я уверен, мышьяк подсыпает. Зачем? В чем ей расчет? Ведь мышьяк денег стоит из подлости. А гувернантка я знаю. Она губит моих детей. Она потихоньку их учит курить. А старшенького подговаривала покуситься на мою жизнь. Для чего? Что она после тебя наследство получит, что ли? Сади изм, матушка. Просто ей хочется насладиться моими предсмертными мучениями. Бог знает, что такое говоришь. Заплакала жена. Ну, раз не хочешь делать им подарки, что же делать? Я им их своих куплю. Из тех, что ты мне на расходы даешь. Ничего я тебе на расходы не дам. Не заслужила, матушка. Как жена, ты ниже всякой критики. Алексаша! Что там, Алексаша? Ты лучше расскажи, почему это дети мои на меня не похожи. Я все понимаю. Не будет им за это елки. Какой позор! Воскликнула жена и, рыдая, выбежала из комнаты. А ловко я ее допек. Подумал немного прояснившихся постулатов. Теперь еще только вырубать кухарку, перепороть детишек, и все будет как следует. И заворочались во тьме тяжелые ленивые мысли. Жаль, что у меня детишки такие послушные. Ни к чему не придерешься. Хорошо, если бы разбил кто-нибудь какую-нибудь вещь, или насорил в комнате, или нагрубил мне. В кого они только удались, прошивца. У других, как в людей, ребенок и стакан разобьет, и кипятком из самовара руку обварит, и отца дураком обзовет. А у меня выродки какие-то. Вон у Критюхиных. Сынишкова мать за обедом вилку бросил. Вот это ребенок, это темперамент. Да я из такого бы ребенка лучи нащипал бы, таких перьев надрал бы, что он потом за версту от меня удирал бы. Вот что я с ним под лицом сделал бы. От моих ни шерсти, ни молока сидят. Вот они у себя в детской тихонке. Не попрыгают в гостиной, смирненько не посмеются. Сердце его сжалось. А почему они не прыгают? Почему не смеются? Ребенок должен вести себя сообразно возрасту. А если он сидит тихо, значит он парширец. Делает нечто, противное своему возрасту. А за это драть. Неукоснительно драть. И покажу, как серьезничать. Он встал, сверкнул зелеными глазами и, крадучись, отправился в детскую. А за окном ветер и метель для себя ниже всякой критики. Вы чего тут сидите? Нахмурившись и обведя детей жестким взглядом, проворчал постулатом. Ничего, папочка, мы сидим тихо. Сидите тихо. Леденящий душу смех постулатом прозвучал в детской, сливаясь своим бульзатром. А разве дети должны сидеть тихо? Детская это дело. Сейчас же, чтобы резвиться, прыгать и смеяться. Ну! Дети заплакали. Простите, папочка, мы больше никогда не будем. Что? Плакать? Немедленно же резвитесь, свиненки этакие. Но ты! Иди, смейся, или я с тебя три шкуры спущу. Я вам пропишу елку. Прижавшись друг к другу, забившись в угол, дети с ужасом глядели на искаженное лицо отца. Ах так! Такое отношение. Не хотите веселиться? Ну так вы сейчас отведайте ремня. Эй, кто там? Где мой круженый ремень? Агафья! Иззавета! Подать ремень! Стал пишусь в дверях, все домочатся с ужасом взирали на разъяренного хозяина. Куда девался ремень Агафья? Не знаю, барин, а то и найти его не могу. Уж не в зеленом дедушкам на сундуке. Подальше, я вам старались засунуть. Прочь! Я сам его найду. И ринулся постулата в полутемный тюлан, в котором стоял знаменитый дедушкин зеленый сундук. В каждом благоустроенном семействе имеется какой-нибудь баул сундук или просто коробка, в которую годами складывается всякая дрянь. Сплющенная весенняя шляпка, два разгрозненных тома Нивы, испорченная мясорубка, засаленный галстук, бутылочки со старыми лекарствами, мужская сорочка с оторванными манжетами, пара граммофонных пластинок и зеденную морю плюшевая кошка. На письменных столах и туалетах тоже стоят маленькие коробочки, в которых годами копятся шнурок от пенсне, полдесятка разнокалиберных пуговиц, поломанная запонка, английская булавка, позолоченная, облезшая часовая цепочка. Зеленый сундук постулатов отличался той же хротичностью разнообразием содержимого. Лехорадочно рылся разъяренный постулатов, отыскивая популярную в детской желтый кожаный ремень от саквояжа. Рылся, как вдруг рука его наткнулась на что-то стеклянное. Дреть какая-нибудь, посуда, подумал он и вытянул на свет Божий одного другу, другого, третий. Оглядел их и сердце его бешено заколотилось. В первых двух ярким топазом сверкнул французский коньяк, а в третий тихо и мелодично булькало при малейшем сотрясении настоящий, Смирновская водка. Чудеса! Проворчал он, дрогжевшим голосом, закричал Лизочка! Лиза! Иди сюда, голубушка! Вошла заплаканная жена. Лизочек, каким-то образом в зеленом сундуке очутились коньяка водка. Откуда эта милая жена морщила лоб? Действительно, как они попали в сундук? Ах, да! Это я весной засунул их сюда подальше перед Пасхой. Ты тогда купил больше, чем нужно, а я их сунул сюда подальше от тебя да и забыла. Пустулатов подошел к жене, нагнулся близко к ее лицу. А чьи-то глазки лизины? А зачем они заплакали? Потому что один дурачок ее обидел. А если в дурачок их поцелует, они будут веселее. Барин, сказал входя Агафья, вот и ремень, он за шкафом был. Нацепи его себе на нос, засмеялся Пустулатов. Послушай, Агафюшка, ты, кажется, гусей хорошо готовишь. Так вот, и жаль к Рождеству, потом я давно хотел тебя спросить, что ты такое кладешь в пирожки с ливером, что они так у тебя вкусно пахнут? Молодец у меня, Агафища, замечательная баба. Можешь взять для своего мужа мой старый синий пиджак, я его носить не буду. Пошел в детскую легким танцующим шагом. Марья Николаевна, я довольна вашими занятиями с детьми, хотел бы чем-нибудь, впрочем, это дело шин. Эй, ну что вы, адхаровцы, примолкли, чего ждете? Сечься, ждем. Покорно вздохнул самый маленький и заплакал. И что, чего захотели? А чего, больше всего хотели? Сечься? Или елку? С решительностью чуждых всяких колебаний и сомнений, все сразу определили свой вкус. Елку! Да будет так! Мелодично засмеялся отец, целуя младшего. Кося, заведи граммофон. Тысячи собак с окном легли спать под ровное белое покрывало. Тысячами бриллиантов горела пелена снегов под кротким тихим светом луны. Завтра веселый сочинник. Завтра праздник. Слава Вышних Богу на земле и в человеческих благоволениях. Слава Богу